Какой преданный именуется Каништхой? Самым начинающим преданным. Это тот преданный, который следует пути Бхакти, но его Бхакти слабая, неустойчивая. Иногда он практикует, иногда не практикует Бхакти. Когда есть желание, повторяют на четках. Нет желания, не повторяют на четках. То есть его Бхакти неустойчивая. Такого преданного называют самым начинающим преданным, самого низшего уровня. Мадхима Бхакта, это кто? Это преданный, который свой Бхаджана Саддан совершает должным образом. Каждый день просыпается вовремя, ставит тиллаки, повторяет гуру мантры, воспевает харинам, проводит арты для божеств, предлагает хого подношения, ежедневно читает Гиту Бхакватам, либо Рамайна, те или иные священные писания. То есть сам должным образом следует пути преданности, но другим не может объяснить, зачем следовать пути Бхакти. Это Мадхима преданный, а Уттама Бхакта, преданный высшего уровня, это тот, кто сам должным образом следует замечательным образом. Его Бхакти очень устойчивая. И в то же время, он сам настолько квалифицирован, что может объяснить другим, в чем необходимо следовать пути Бхакти. То есть он и сам следует должным образом, и другим, и других может вдохновить, переубедить их, объяснить им, необходимо следовать пути Бхакти. Помочь другим встать на путь Бхакти, преданности Господу. Это Уттама Бхакта, преданный высшего уровня. Мы не должны следовать Бхакти таким образом, что мы сами ничего особо не знаем. И если услышим что-то не соотносящееся с Бхакти, сразу оставим духовную практику. Или если в нашей жизни произойдут трудности, чтобы мы сразу оставили духовную практику. Городов просит Матача с ребенком, который шумит от всей спадающей, чтобы ребенок не мешал Катху слышать. Имя Мирабая. Слышали? Она совершала духовную практику. Сколько у нее было трудностей. Однако Мирабая оставил свою духовную практику? Нет. А прохладу? Отец даже пытался убить. Сбрасывал его со скалы. Бросал в огонь. Помещал в огонь. Заключал в темнице. Однако прохлада оставил свой Бхатчин? Нет. Харида Астакур. Посмотрите на его пример. Он повторял ежедневно по три лака святого имени. И его избивали на 22 базарных площадях. Однако чем сильнее его били, тем громче он повторял Хари Кришна Мухаммандру. Еще раз громче. Чем сильнее его били, тем громче Хари Нас Астакур воспевал святое имя. Он не отказался от своей предности Богу, не оставил путь бахты. Бахты. Такой бахты, такой пред является высшим. Мы к чему стремимся? Чтобы стать не Каништха, не Мадхима. А кем мы стараемся стать Уттамабхтами, преданными высшего уровня, чтобы никогда, что бы в нашей жизни не произошло, мы не оставили Хари Бхакти, Гуру Ивайшнау. Для этого нам нужно в том числе изучать Вичар, философские истинные воззрения нашей Сампрадайи. Кришнадайи. Кришнадайская Ашгасвами говорит, «Сиданта более читтенакара алас». Не нужно пренебрегать, лениться, изучать Сиданта. Почему? Потому что насколько твердо, насколько хорошо мы знаем Сиданту, философские истины, настолько наш ум будет привлечен Господом. Мы не будем метаться. И Уттамабхат, это тот Бхакта, преданный высшего уровня, это тот, кто знает философию совершенства. Есть четыре ваишнавские Сампрадайи. Слушайте очень внимательно. Потому что что происходит сейчас? Некоторые впадают в замешательства. Поэтому нужно осознать то, о чем сейчас говорим. Шри Сампрадайя, там божество, основатель Лакшми, Раманоджа Ачарья, Брахма Мадва Годья Сампрадая, вторая Сампрадая. Из ней Мадавачарья Ачарья, третья Сампрадая. Это Вишну Свами, Валабачарья, глава Сампрадая. Много замечательных святых, там четвертая Сампрадая. Четыре Кумара, Санат Санадана Санат Кумара. Четыре Кумара, сыновья Брама. Не мадите Сампрадая. Под Мапуране говорится, что есть четыре ваишнавских Сампрадая, которые мы перечислили. Если в Кали-Йогу кто-то хочет достичь Господа, то ему нужно принять прибежище в одной из этих четырех ваишнавских Сампрадая. И тогда Шастри гарантируют, уверяют, что непременно такой человек, принявший прибежище в одной из этих авторитетных Сампрадая, достигнет однажды Господа, потому что линия, в которую он пришел, истинная. Например, наша Сампрадая. Брахма Мадва Гаудья Сампрадая. В начале, в нашей Сампрадая, это описано в Бхагаватам, поведал знания Брахма, как это произошло. Когда Брама появился, он заметил, вокруг только воду, ничего не видел. Он начал спускаться долгие годы по стеблю лотоса, на котором он сидел, ничего не увидел, вернулся и услышал звук ТАПА, что указывает ТАПАСИ, соврещая ТАПАСИ, АСКЕЗА. Он последовал данному указанию, и потом, что произошло? Гьяном Парамагухяме, Ятвегьяном Саманвита. Затем Господь проявил Дивья Гьяну, божественное знание, в сердце Брама. Благодаря этому знанию, Брама и смог сотворить материальный мир. В нашей Сампрадая мы повторяем Гопал-мантру, Камагайатри. Откуда эти мантры взялись? Сам Господь вначале эти мантры поведал Браме. Брама эти мантры передал Нараде, своему сыну. Нарада передал эти мантры в Ясадеву. От Ясадевы они перешли по Парампаре к Мадавачарье. Следующий из Мадавачарья... Итак, в Гуру Парампаре мантры передаются. Постепенно в Парампару пришло читание Махапрабо. Затем появились Рупы, Санатана, Джива Госпами. Чила Прихупады пришел в нашу Сампрада, наш Духовный Учитель. Итак, эта мантра дошла до нас. То есть, откуда эта мантра появилась изначально? Сам Багаван, по Гуру Парампаю, передает эту мантру. Поэтому, если мы будем повторять данную мантру, то непременно мы достигнем самого Господа. Почему? Потому что Сам Господь приведал эту мантру. Например, если мы стоим в правильной очереди линии, то однажды дойдет очередь и до нас, мы получим желаемое. Но если мы стоим в неправильной очереди, то ничего не обретем. Поэтому очень важно, в какой линии мы находимся. В Падмапуране говорится, что в Кали-йогу те, кто хотят достичь Багавана, должны принять приближение в одной из четырех Вайшнавских Сампрадай. То есть, в одной из шутх, чистых Вайшнавских Сампрадай. Если кто-то отправится за предел этих четырех Сампрадай, ничего он не обретет, не достигнет он Господа. Поэтому нужно совершать духовную практику именно в одной из четырех Вайшнавских Сампрадай. Однако сейчас придумывают новые Сампрадай. И какие мантры они повторяют при этом, Бог знает, откуда они их возьмут, откуда они их берут. Мантры приходят в таких Аппасампрадаях ни по Парампари, ни по Цепи ученической преемственности. Они их сами придумывают. Что в их уме возникает, те мантры они передают. Они их получают не из шастер. Например, мы повторяем Харе Кришна Махамантры. Где они говорятся? Например, в Кали Санторану Панишат, в Нарадапуране. Шанкара сам говорит Парвати. Что он говорит? Он повторяет Харе Кришну Махамантру и затем описывает ее. Шанкара сам сначала произносит Парвати эту манту, а потом говорит о ней. Эти шадаша камнам нам, кали калма шанаши нам. Эти 16 цветных имен в Кали-йогу разрушают Пап, разгрешают грехи. Ната парата упая. И никакой другой упая, никакого другого выхода, способа избавиться от грехов нет в Кали-йогу. Именно Махамантра предназначена для того, чтобы разрушить неблагоприятное влияние к кали-йоге. Кто об этом говорит? Сам Шанкара говорит об этом. Данная манта приводится в Кали Санторану Панишатах, Нарадапуране, Бавишапуране. Упоминается святое имя для Кали-йоги. Но сейчас появляются новые сампродайи, которые выдумывают мантры, они берут их из Писаний. Конечно, повторение таких мантр не принесет результата. Сам Шанкара говорит об этом парвати. Такие мантры бесполезны, потому что они получены вне цепи ученической преемственности, не из Писаний. Есть и сампродайи, в которых не следует Экадыши. И говорят, что в Экадыши можно принимать даже зернобобовые. Но в наших Писаниях говорится, что те, кто принимает зернобобовые в Экадыши, получают греховные реакции, словно за убийство отца, матери, ребенка в утробе, матери, гуру и коровы, просто потому что они вкушают зернобобовые в Экадыши. В шастрах это описано. Все грехи входят в Экадыши, в зернобобовые. Поэтому те, кто принимают такую пищу в Экадыши, не смогут очиститься от своих грехов. В Бхагаватам, посмотрите, наше главное Писание, которое в Ясаде проявил в конце, в самом последнем. Там кто описывается? Амбариши Махараш. Слышали его имя? Он соблюдал Экадыши. Сам Дурваса, проявление Шанкары, пытался причинить ему беспокойство. Но что произошло? Амбариша Махараш прервал врату Экадыши. Дурваса разгневался, проявил Ракшиса, демоницу. Однако на защиту преданного Амбариши появилась сама Сударшина чакра. И куда бы Дурваса ни бежал, на Шива Локу, на Брама Локу, нигде он не мог спастись от Сударшины чакры, хотя он проявление самого Шанкары, Шивы. То есть те, кто соблюдают Экадыши, находятся под защитой Сударшины чакры. Другой пример. Нанда и Шода, родители самого Кришны, они и то следуют Экадыши. Сам Махапрабу соблюдают Экадыши. Скоро, через пару дней, будет Пандава Экадыши, самая важная Экадыши. Сами пять Пандавов следовали ему. Матушка Кунде, Драупадзе, Сатьябамы, Рукмени тоже соблюдали Экадыши. Благодаря этому, в своей следующей жизни они обрели Кришну, как своего мужа. Но есть те, кто пренебрегают Экадышами. Никакого значения не придают ни Экадыши, ни Данмаштами, ни Раманавами, ни Нисимхачатутыши. Ничему не следуют. И даже Господу предлагают подношение без листьев к автоасе. То есть есть аппо-самбродаи, в которых не следуют должным образом правилам и предписаниям. И иногда преданные в замешательстве они оставляют даже линии, в которых следует чистой преданности и переходят в другие линии, в аппо-самбродаи. Оставляют поток чистой преданности и присоединяются к тем, кто никаким правилам и предписаниям не следует. поэтому будьте осмотрительны. Должным образом следуйте цепи чистой преданности Господу, авторитетной ученической преемственности. Соблюдайте правила и предписания не проявлением, не происком своего ума. Кришна говорит в Бхагават-ките «Джаха шастра витхим уцрича» цитата «Джаха шастра на сахасиди мапноти нам нятхар ниспал бхагаван говорит Арджоне «Те наставления, которые я дал в шастрах, должны соблюдаться. Если человек пренебрегает этими правилами и варта-те-кама-карата действует по своему усмотрению, как ему вздумается, то он на сукхам ни счастья не обретет сукха, ни парамгати, ни высшей цели не достигнет. Но есть те, кто пренебрегают правилами, просто танцуют рады-рады в Бенгалии, например, поставят тилаки, гандималы оденут, при этом рыбу едят. В Пуранах что говорится? «Шруйте в Смиринанаде» «Пуранаде панчарат вебетхем вина» цитата «Это не мои доводы, в Пуранах это говорится. Постарайтесь осознать смысл того, что говорится. «Шруйте смрите Пуранаде» то есть, если кто-то пренебрегает правилами, изложенными в Писаниях, в Артате кама-карата и следует тому, что ему придет в голову, то что? «Айкантики харир-бхакти», даже если он внешне следует харир-бхакти, повторяет рада-рады, то что это на самом деле? «Утпаева эва-эва-калпатэ». Это всего лишь беспокойство. Поэтому те правила, которые приведены в священных трудах, в бедах, в рамайне, в бакаватах, необходимо соблюдать и выбирать правильный путь, которому мы следуем, чтобы не получилось, что внешне красивая картинка, однако по сути ничего внутри нету. То есть когда мы следуем чему-то внешне, на самом деле подлинно не следуем и в итоге ничего не соблюдаем, ничего не достигаем, когда мы и парамбару выбираем не авторитетную и не следуем писаниям. Ради чего весь этот разговор? Потому что желание наше, чтобы мы кем стали? Не конечно и не матема, а старались стать утема и для этого должным образом изучали священные труды, чтобы мы сами следовали должным образом и другим могли наставить на путь истинный. Если возникнет необходимость какие-то философские вопросы обсудить, чтобы также мы могли обстоять истину. И не так, что мы просто за кем-то устремляемся, даже не посмотрев есть, у кого-то шейха нет, просто услышали что-то и побежали. Нет, нужно все-таки разбираться в философию, а не просто внешне кого-то оценивать, самому должным образом следовать твердой пути преданности. Поэтому в том числе запоминайте шлоки. Ребята, учились шлоки? Кто запомнил шлоки? Говорите. Шлоки 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 Кто еще запомнил эту шлоку? Запомнил? Говори. Ну ничего себе А ты? Сегодня тоже будет шлоки У кого нет тетрадочки подходите пожалуйста наш Сумит Прабу принес тетрадочки Ты запомнил? Рассказывай Кто еще запомнил? Рассказывай Т憲 Затbro Затbro В Затроб Шлоки У Говори. У С Shir В Зат Sens Анап 張 Сир С Замечательно, а вы помните? Говорите. Хорошо, кто еще запомнил? Спасибо вам большое. Это мантра из Ветх, из Упанишад. Высказывание из Упанишад. Если вы будете учить по одной шлоке в день, сколько вы учите за месяц? Тридцать. А за год? Представьте, сколько вы учите. Так что если хотя бы год вы посвятитесь учению высказываний из Писаний, сколько вы будете знать за год высказываний? И шастры из Писаний. И уже ко времени вступления в Рак сможете прекрасно проповедовать, когда подрастете, сможете прекрасно проповедовать. Таково наше желание. Поэтому постарайтесь следовать должным образом, чтобы ваша духовная практика была устойчива, вы смогли и на свою семью повлиять благотворным образом и проповедовать более широко. Если Шакхадиди замечательная ученица нашего Гурудева, она создала прекрасный курс о том, кто такой Кришна. Я дам вам номер телефона, и вы сможете присоединиться к этому курсу и слушать от нее чудесную Харикадху, ее замечательное объяснение. Также там будут тестирования, экзамен и оценки. У кого будут хорошие оценки, тем будет приз. Особый даршин какой-то. Поэтому, ребята, постарайтесь учить шлоки. Вот посетите рядочку и учите шлоки. Не бойтесь. Если понадобится даже 2-3 дня на изучение шлоки, ничего страшного. Но вы же еще маленькие, молодые, поэтому легко сможете все запоминать, например, по одной шлоке в день. Каково значение шлоки, которое вы сейчас рассказали? Ясидея Парабхактия. В этой шлоке, говорится, описывается настроение ученика. Сколько есть видов учеников. Три вида учеников существуют. Канишха Макхима и Уттама. Канишха Шишья, начинающий ученик. Кто это? Это тот, кто должным образом следует Адеш, указанию духовного учителя. Когда Гурадев дает наставление, Саширадхой, Сперы, ученик, следует тому, что Гурадев сказал. Такой преданной является учеником на уровне Канишха, начинающим учеником. Макхима, ученик, это тот, кто еще до того, как Гурадев сказал, понимает баваны, понимает настроение, желание Гурадева и следует их выполнять. Например, слышали имя Барате? Из Рамайна. Слышали его имя? Что произошло? Однажды Кайкея обратилась к Раме с просьбой. Сынок, мог бы ты оказать мне милость? Какую? Попроси Барате, чтобы он хотя бы раз еще раз назвал меня мамой. Ведь он теперь не называет меня мамой. Говорит, Махара не Кайкея. Но я так хочу услышать Маа, Мама из его уст. И тогда уже моя жизнь будет успешной, счастливой. Я смогу спокойно умереть. Мать, мама, не волнуйся. Рама позвал Барате, сказал, Барате, будешь следовать моему указанию? Прабу. Какому указанию? Ты никогда мне в жизни указаний не давал еще. До того, как ты давал мне указаний, я уже понимал, чего ты хочешь и притворял это в жизни. Это первый раз в моей жизни, чтобы ты захотел дать мне указания. Господь, я могу исполнить любое твое желание, кроме одного указания. Какого? Махара не Кайкею я мамой не назову. Никогда я так не обращусь к ней. Почему? Джин Каприя на рамовой дыхе Таджия Коти. Если кто-то против рамы и ситы, таких людей нужно ставить как миллионы врагов. Ведь именно Кайкея так-то сослал Рамачангу в ссылку. Поэтому никогда, конечно, я не назову ее мать Кайкея, только царица мати, все. То есть, мать Ямабахи это тот, кто как Бхарата до этой просьбы. Он предвосхищает все желания и исполняет их. А кто такой Утамабахи? Тот, кто может даже спорить с объектом своего поклонения, чтобы послужить ему. Например, семейная пара. Представьте, семейную пару. Муж отправляется по делам. И жена, заботясь о нем, предлагает ему также взять с собой накидку и горячее угощение пищи. Но муж говорит, да не надо, зачем это все? Я ненадолго закончу свои дела и вернусь. Однако же надо настаивать, спорить с ним. Нет, пожалуйста, я парад, я приготовила Ачар, Савджи, приготовила чудесным образом, упаковала для тебя. Возьми, пожалуйста, это все и покрывала не забудь, чтобы не замерз. И когда муж отправляется по делам, действительно холодает, действительно он чувствует голод. и то, что жена ему дает, оказывается очень нужным. Будет он расстроен ее заботой или счастлив? Счастлив. Насколько моя супруга все-таки предусмотрительная, так заботится обо мне. Это утома, Савджи. То есть, даже когда объект служения не хочет чего-то, все равно Савджи, слуга настаивает, нет, пожалуйста, это для вас. То есть, ради служения он выполняет какое-то служение и может даже спорить. с гуру, с тому, кому поклоняется. Но есть и адхама сэваки, то есть, не сэваки вовсе. Те, кто, по сути, не следует духовному учителю. Например, как брамбр, как шмель, который только жужжит. Например, гура дает указание «Пойди туда и позови твоего предного». Ученик говорит гуру Дэв, а если я пойду, а его там нету, то что? То есть, гуру Дэв дает указание «Пойди и позови». А ученик начинает препираться. Ну, а вдруг то, а вдруг это. Поэтому он не следует от него, как шмель жужжит, а если то, а если это, то, что просто взять и сделать, это адхама сэвак, то есть не сэвак вовсе. Поэтому говорится, ясья дева пара бахтир, та сья дева татха гуру. Нужно все-таки следовать гуру деву. Если есть вера в гуру не меньше, чем в господа, то есть на таком же уровне мы верим в гуру, как в господа, ясья дева пара бахтир, дева означает что? Богован. То есть если ядха дева татха гуру, если такой же верой мы обладаем гуру, не меньше, то это уровень матхема. То есть когда одинаковая вера и любовь к гуру и к господу, а утама бахты, преданные высшего уровня, они больше привязаны к гуру, чем к господу. То есть на уровне матхема, как в этой шлоке, одинаковое почтение к гуру и господу, оно уровне матхема больше почтения, больше любви к духовному учителю, чем даже к Всевышнему. И когда есть такое отношение к гуру, не меньше, чем к господу, тогда что происходит? Все духовные истины проявляются в сердце. Но если человек не будет следовать указаниям гуру деву, то что? Ничего хорошего, естественно, он не обретет. Поэтому нужно следовать гуру должным образом, служить ему, как подобается. Например, как Кришна и Судама служили своему духовному учителю. Их отправили в лес, чтобы они набрали хвороста. И этот хворост был бы использован для приготовления подношения для Господа. Однако, когда они пошли в лес, начался очень сильный ливень. Вода словно заполонила все четыре направления. И Кришна Судама даже не видели, куда идти. И что тогда сделал Кришна? Хотя Кришна могущественная Верховная Личность Господа. Ясья Прабха Прабхавато Чагадан Дакоти. По его желанию не одна вселенная, а миллионы вселенных создаются, поддерживаются и разрушаются. Однако этот Верховный Господь что сделал ради служения гуру деву? Своему Духовному Учителю. Он взял хворост и держал на своей голове, чтобы хворост не намок. Иначе, если бы он опустил хворост, то хворост намок бы и как бы мокрый хворост использовался для приготовления пищи. Через некоторое время, когда они так и не вернулись к Кришне и Судаму, гуру пошел сам их искать и начал кричать «Кришна, Судама, где вы?» И они сказали «Гура, Джамы здесь». «Что вы здесь делаете?» И гуру увидел, что они стоят, мерзнут в этой холодной воде, но не опускают хворост, потому что, если хворост опустить, он намокнет и будет непригоден для приготовления пищи, пока не высохнет. И чтобы сохранить хворост сухим, они держали его над головой и сами претерпевали неудобства. Видите, такое бескорыстное, взаимоотверженное служение. Их духовный учитель положил свою руку на голову, Кришне и Судама и благословил их, что однажды все знания проявится в их сердцах и кроме того, что они будут известны повсеместно. Почему они обрели это? Благодаря гуру Севе служению духовному учителю. Кришна сам признается, кем он доволен более всего. Гуру Севе может в наивысшей степени порадовать Господа. Никакая-то опасность, никакие аскезы так не радуют Кришну, как когда мы служим духовному учителю. Поэтому этот шлокок, которые вы выучили, я всегда ее поработаю, очень важный. Сегодня еще одно шлокок о прабуде вам продиктует, постарайтесь ее запомнить. Хорошо? И кто хочет, рассказывать, тоже может рассказывать. Чарак, будешь рассказывать? Подготовился? Ребята наши, тоже старайтесь учить потихоньку Харикадху и рассказывать. Много всего в этом мире, много разных разговоров. Но какие разговоры самые полезные о духовном? Кришна признается, кого он любит больше всего проповедников. Те, кто доносит его Харикадху, проповедуют путь преданности Бхакти. Эти люди наиболее дороги Кришне. Хорошо? Поэтому старайтесь тоже рассказывать Харикадху. Харикадху.